В прошлом году в школах и детских садах района капитальные ремонты и благоустройство территории выполнено на сумму свыше 300 миллионов рублей. Качественные изменения произошли более чем в 20 образовательных учреждениях. В этом году работа будет продолжена. Глава Славянского района Роман Синеговский провел выездную строительную планерку. Внимание руководителя муниципалитета было приковано к объектам образования. Вместе со специалистами Управления образования, строительства и жилищно-коммунального хозяйства он посетил школы и детские сады Станицы Анастасиевской. В рамках поездки обсудили планы по капитальным ремонтам и благоустройству дворов этих образовательных учреждений. В детском саду номер 27 планируется благоустроить двор. В 26 саду будет сделан внутренний туалет. В садике номер 50 планируется отремонтировать отмостку. Также будут подготовлены документы для вступления в государственную программу на капитальный ремонт пищеблока в этом дошкольном учреждении. В детском саду номер 27 будет сделан проект на капитальный ремонт отопления. Самое главное – цена, качество, грамот. Пусть отстаивают свою инженерную мысль сначала, почему именно так. Делаем проект и поэтапно давайте его реализовать. В 25-й школе станицы Анастасиевска необходимо обустроить спортивную площадку. Удобный и просторный участок есть рядом. После обсуждения было принято решение, что в этом году подготовят необходимые документы. Создадут проект спортплощадки, чтобы принять участие в краевой программе для строительства этого объекта. Роман Синеговский отметил, что территории школ и садиков Анастасиевского сельского поселения, даже там, где нет нового благоустройства, содержатся в идеальном порядке, уютные и красивые. В этом, конечно, заслуга руководителей и коллективов образовательных учреждений. Постепенно новое благоустройство будет выполнено в каждом школьном и детсадовском дворе. В планах на этот год провести капитальный ремонт пищеблоков в трех школах и одном детском саду, провести благоустройство дворов в десяти образовательных учреждениях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!